всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала всем приветики у нас хинкали на ужин домашние сама лепила посмотрите какая красота у нас тут настенька своими ручками все сделала она может кстати может может это мили уже сняли эти хинкали просто заморозила и вот мы сегодня пришел их час и давайте начали ой как все они еще горяченькие перцем посыпала выглядят выглядит просто прелестно как это все аппетитно не знаю мне кажется что горяченькие снизу ялдишь как брал снизу она горячая вот у меня единственная горячая попалась не веришь через секунду ты уже взял спокойно держишь но горяченько держать нужно мне томатный соус там есть чуть-чуть в принципе почему нет сок выдался не сок есть в этот раз мы почти сразу сели через десять но не сразу нет они постояли уже знаешь сколько 20 вот нормально немножечко остыли потому что если бы прям сразу сели их невозможно руками чем менее они горячие для тебя да 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 маслом смазала и перцем посыпала не ну я конечно слеплю их все равно еще когда-нибудь а вот здесь много но я хочу фарш положить этот какой-нибудь там курдюк или как что такое курдюк это типа сало я так поняла да что такое жирненькое чтобы было также в комментариях мне посоветовали чтобы было было очень много сока нужно кубика льда ложить да ты чё или просто ледяную воду налить но я лила воду но и ледяную просто холодную ну комнатная температура она горят прямо чтобы она короче маленькие кубики льда в каждую штучечку надо поместить этот кубик да я просто налил холодную воду не совсем не этот кубик не суть-то какая ты просто при лепке помещаешь этот кубик допустим середку фарша слепливаешь и убираешь я так делать не буду ну я просто объясняю тебя потом когда будет вариться он растает и с мясом превратится бульон советую значит делают просто большинство советует просто налить или воду фарш те кто посоветовал мне положить кубик куда и такие очень единицы пропитать в общем фарш водой я это делала но комнатной температуры была вода надо ледяной ясно бумажные распаковки страш как вы варите пельмени просто пишу что когда я их варю они все мокрые в воде и плавают у вас вкусно выглядят что значит мокрые какие они еще могут быть ну чак пишет ну как обыкновенно варим как и все наверное вода закипела закинули пельмени помешали несколько раз пока не закипят и с момента закипания минут десять и все может быть просто это зависит от производителя это может у вас какие-то не очень таки а так просто в дуршлаге же потом воду сливаем правильно сейчас да в дуршлаг просто все перелет переливаем чтобы быстро было раньше помешу этой доставали паломником и как он там называется правильно я знаю не скажу за поддержку ну ну и все достали маслицем сверху обработали на стол все просто я помню как моя бабушка доставала пельмени в большую такую глубокую тарелку нет не тазик тарелка такая большая глубокая прибыла вложила туда мне как у кусочков масла и берла вода подмешала мешал так хух так наш как бы переворачивала чуть и не подкидывала как будто я вот прям это хорошо помню бабушкой к это перемешивала на таким образом как вкусно с перцем когда сверху посыпаешь прикольно мне кажется они сегодня еще вкуснее стали возможно на неделе хочу перемешек налепить еще делаешь вот эти заряд складываю а чё сюда нельзя мне чтобы зрителя мне хочется где а почему гигиенично некрасиво не эстетично мне кажется вообще пуху сейчас помню полюса поесть курицу и косточки по 10 выкладывать палец влево в чай это вообще было а чё палец в чай я не докоснулась до подачи было хорошо сработано мне кажется вот в этом сейчас много бульона будет почему-то там в одном дырочка есть я когда с тарелки снимала они заморожены на тарелке лежали я чуть-чуть их там повредила его девочка один получился на бульон тут был я думаю что второй раз у меня еще вкуснее получится если я буду лепить все-таки это был пробный за глаз как многие написали весьма чего весьма неплохо главное тесто вкусно знаешь не такое наш ты была такие прям вот знак как пластилин а здесь вкусно тесто у нас получилось я же добавил что немного горчичка ты чё хочешь хинкальку попробовать маленький хулиган пришел тут шороху навел и убежал я наверно завтра буду хинкальки эти пельнешки лепить фарш достану сегодня фарш у нас уже готов туда сразу калок не перекрутить с чесноком и тесто сделать и у нас есть специальная пельменница такая как период советская да такая понимаете о чем я там что рубль 40 у нас тесто кладешь фарш туда закладываешь и сверху пластом тесто накрываешь скалочка раскатываешь и высыпаешь пельмешки нас досточку да там или куда нам можно кстати лайфхак хочу лайфхак принципе также на доску можно где-то я прочитала можно на пакет пишут ну так же чтобы можно мукой не присыпать просто на пакет на пакет расстелаешь и сверху складываешь пельмешки а потом даже пакет пока да не заморозится уже на всякий пожар короче говоря попробуем ну что все очень вкусно тесто быстро делать тенка либо у нас получились дальше я буду я думаю что будет только вкуснее так что заходите к нам на канал смотрите так сказать творчество кулинарная насти моей ненаглядной любимой драгоценный с подобным у нас еще там шоурума кстати недоеденная есть так что у нас сегодня ух ну что дорогие наши всем большое спасибо за ваши просмотры лайки и комментарии задавайте вопросы мы с вами прощаемся до новых встреч скоро увидимся пока-пока до новых встреч до новых встреч